В июле Совет Европы принял конвенцию, запрещающую торговлю человеческими органами. Цель документа – не допустить, чтобы пациенты и больницы использовали органы, полученные незаконно, то есть изъятые насильственно, без согласия донора. «Это историческая конвенция, касающаяся прав человека. Совет Европы защищает европейцев от того, чтобы быть вовлечёнными в преступления по изъятию органов. Это создаёт моральную и юридическую защиту». Проблема изъятия органов хорошо знакома доктору Даману Ното, представителю организации «Врачи против насильственного извлечения органов». Он говорит, что убийство людей ради органов – дело рук не только преступных группировок. В Китае это происходит прямо в государственных больницах. «В Китае мы сосредоточены на заключённых или узниках совести. Там этих людей казнят и забирают у них органы без их согласия. После этого органы продают по высоким ценам пациентам и хорошо на них зарабатывают». Например, человеческое сердце можно продать за 160 тысяч долларов. Согласно расследованию, содержащемуся вот в этой книге, китайские государственные больницы изымают органы не только у заключённых, приговорённых к смерти. Жертвами этого бизнеса также становятся люди, заключённые по политическим или иным мотивам. Таких называют узниками совести. Среди них представители преследуемых в Китае групп уйгуры, прихожане домашних христианских церквей, а также практикующие фалуньгун. Последние также являются самой большой группой узников совести в мире. Их китайский режим репрессирует на протяжении 15 лет. «К сожалению, группа фалуньгун является в Китае очень лёгкой мишенью. Число этих людей, заключённых в тюрьмы, исчисляется сотнями тысяч. Вы можете объехать весь Китай, и везде будут тюрьмы и трудовые лагеря, в которых содержатся практикующие фалуньгун». Конвенции Совета Европы – это необязательные законы. Их задачей является принятие руководящей политики и надлежащее управление. Данная конвенция затрагивает глобальную проблему торговли органами. Она также призывает и другие страны, не только европейские, ратифицировать документ. Отметим, в Советы Европы входят Россия и Украина.